Код неисправности OBD2 техническое описание, катушка зажигания J вторичная цепь что означает P2329. Этот диагностический код неисправности, DTS, является общим кодом трансмиссии и применяется ко многим автомобилям OBD2, с 1996 года и новее, это может включать в себя, помимо прочего, автомобили Jeep, Dodge, Mercedes-Benz, Chrysler, Ram, Porsche и т.д. Несмотря на общий характер, точные этапы ремонта могут варьироваться в зависимости от года выпуска, марки, модели и конфигурации трансмиссии, как ни странно, этот код чаще всего встречается на автомобилях Jeep и Dodge, если на вашем автомобиле сохранен код P2329, сопровождаемый контрольной лампой неисправности ML, это означает, что модуль управления трансмиссией PSM обнаружил ненормальное напряжение во вторичной цепи управления катушки зажигания, Обозначенной буквой J обратитесь к руководству производителя, чтобы определить, какая цепь J подходит для вашего конкретного приложения Первичные цепи катушки зажигания, это провода, подающие на катушку напряжение аккумулятора, напряжение подается через предохранители, реле и различные другие источники Цепи вторичной катушки включают высокоэнергетический пыльник зажигания, пыльник свечи зажигания или провода свечи зажигания, которые отвечают за перенос высокоэнергетической искры от катушки к свече зажигания Обычно на катушку зажигания подается напряжение аккумулятора и масса, когда сигнал заземления прерывается, на мгновение, катушка зажигания испускает искру высокого напряжения, которая также зажигает свечу зажигания Работа свечи зажигания, необходимый компонент двигателя внутреннего сгорания, если первичное напряжение на катушке зажигания недостаточно, выброса высокого напряжения не произойдет, и цилиндр двигателя не будет вырабатывать мощность в лошадиных силах Типичные катушки зажигания отдельных цилиндров, катушка на свече, SOP, какова серьезность этого кода неисправности? Когда P2329 сохраняется, причину следует диагностировать как можно скорее, симптомы, которые, вероятно, сопровождают эти коды, обычно требуют немедленного внимания, каковы некоторые симптомы кода Симптомы кода неисправности P2329 могут включать пропуски зажигания в двигателе, снижение производительности двигателя, снижение топливной экономичности Другие связанные коды работа топливной форсунки для затронутого цилиндра может быть отключена PSM, каковы некоторые из распространенных причин Кода Причины появления этого кода могут включать Плохой провод свечи зажигания или пыльник Неисправный реле или перегоревший предохранитель Плавкая перемычка Обрыв или короткое замыкание проводки или разъемов проводки Повреждение дикой природы Неисправная катушка зажигания Неисправность распределительного вала или датчика коленчатого вала или проводки Каковы некоторые шаги по устранению неисправностей Вам понадобится диагностический сканер, цифровой вольт, ометр, DVOM и источник достоверной информации о транспортном средстве Чтобы точно диагностировать код P2329 вы можете сэкономить время и сэкономить время Выполнив поиск бюллетеней технического обслуживания, TSB, которые воспроизводят сохраненный код, транспортные средства, год, марку, модель и двигатель И отображаемые симптомы, эту информацию можно найти в источнике информации о вашем автомобиле Если вы найдете правильный TSB, он может быстро решить вашу проблему После подключения сканера к диагностическому порту автомобиля и получения всех сохраненных кодов и соответствующих данных стоп-кадра Запишите информацию, на случай, если код окажется прерывистым После этого очистите коды и проведите тест-драйв автомобиля Пока не произойдет одно из двух, код восстанавливается или PSM переходит в режим готовности Код может быть труднее диагностировать, если PSM переходит в режим готовности в этот момент Потому что код является прерывистым Состояние, которое привело к сохранению P2329, возможно, должно ухудшиться Прежде чем можно будет поставить точный диагноз Если код восстановлен, продолжайте диагностику Вы можете получить виды разъемов, схемы контактов разъемов, схемы расположения компонентов, электрические схемы и диагностические блок-схемы, относящиеся к соответствующему коду и транспортному средству Используя свой источник информации об автомобиле, выполните визуальный осмотр соответствующей проводки и разъемов Отремонтируйте или замените перерезанную, жаженую или поврежденную проводку Плановое обслуживание включает замену проводов и пыльников свечей Если рассматриваемый автомобиль выходит за рамки рекомендованного интервала технического обслуживания для настройки Подозревают, что неисправные провода, ботинки свечи зажигания являются причиной сохраненного P2329 Порванные, обгоревшие или загрязненные жидкостью чехлы свечей зажигания следует считать дефектными Получите доступ к стыку между катушкой зажигания и проводом свечи зажигания Проверьте наличие высокоэнергетического зажигания HI на свече зажигания Если ничего не обнаружено, отсоедините провод свечи зажигания от катушки и посмотрите, не обнаружен ли там какой-либо HI Если на свече зажигания есть HI, подозревайте, что свеча неисправна или есть ошибка Письме если на свече зажигания нет HI, но она сильная на катушке Подозревайте, что неисправный провод свечи или пыльник Если на катушке нет HI, подозревайте, что катушка неисправна HI следует проверять тщательно При работающем двигателе, P2329 может быть отремонтирован путем технического обслуживания Но выполните диагностику, чтобы убедиться, что